Я немножко представлю, вы меня поправляете, если что-то говорю неверно, то, что я знаю о вас. Ваш отец, он был вместе со всеми калмыками в ссылке в Сибири, позже семья вернулась в Калмыкию, вы выросли в Калмыкии, и позже ваш отец отвез вас в Санкт-Петербург, где вы поступали на лингвистические факультеты, так понимаю, да, изучали монгольский, тибетский, мандарин. Правильно. И меня очень тронули те слова, которые ваш отец говорил вам на прощание, я их сейчас повторю, вы меня, если что, поправьте. Он сказал вам о том, что каждый свой рубль вкладывай в образование, потому что они могут забрать у тебя работу, они могут забрать у тебя дом, но они не могут забрать твои знания. Знания ты забираешь с собой, как кочевники. Да, каждую копейку. Каждую копейку. Можно уверенно сказать, что вы послушали этот совет, вы не только закончили Санкт-Петербург лингвистический, вы получили докторскую в ель, и вы посвятили свою жизнь как раз-таки изучению жизни, культуру, быта, литературы, кочевников. Да, до сих пор учусь. И вы первая, кто перевёл и опубликовал джангер на английский язык, чтобы сделать такое достояние мировой литературы? Первая, кто перевела, да. Посмотрим, если публика воспримет этот перевод хорошо. Книга выйдет в январе. В январе 2023 года? Да. Ну, я хотела бы ещё добавить, что у меня докторская по социологии, и я сейчас преподаю социологию, даю лекции в двух университетах. Два года я училась на мастерскую в Январе по международному здравоохранению, потом пять лет училась на докторской по социологии, и потом три года преподавала в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби, и три года работала по развитию стратегии. И вот у меня такая тяга к саракалмыцкому языку, потому что мне казалось, что математика и вот это декодинг, да, как сказать, декодинг. Расшифровка. Расшифровка. Расшифровка различных шрифтов, скрипт, да? Письменности. Да, расшифровка различных письменностей, это очень как бы похожие такие науки. Мне нравится погружаться в исследования и как медитация, да? Особенно джангар. Ты вот так вот входишь и проваливаешься. В одной из своих лекций вы говорили о том, что это, в принципе, один из способов запоминания песен джангара было погружение в медитацию и в таком состоянии, что можно проще и легче запомнить вот эти все песни джангара. В джангаре, если ты занимаешься расшифровкой, ты можешь просто провалиться во времени, потому что там есть уровни, временные уровни, эти пласты, так же, наверное, как практика медитации. То же самое с джангаром, это все собираются, да, это как бы и все входят, входили, наверное, в транс, потому что ты представляешь этот мир и ты входишь вот как бы через этот транс в этот мир, да. Его могут читать старики, его могут читать там маленькие дети, да. Его могут читать на одном континенту мира, его могут читать на другом, да. И это делает достоянием вот это, вот это достояние, да, достоянием не только народа нашего, да, но достоянием мира. Я объясню, почему меня сейчас заинтересовала эта тема. В нынешней ситуации с войной Россия и Украина выяснилось, что у огромного количества людей есть такой стереотип отношения потомков-кочевников, что они, первое, необразованные, второе, насильники, и третье, они, в принципе, сходят воевать, что желание войны у них в крови. На примере тех же бурятов в России говорили, ну, конечно, они же потомки кочевников, им хочется воевать. Ой, отправьте туда кого-то, Марию Захарову, бурятам всё равно кого насиловать. То есть выясняется, что такие стереотипы, что необразованные, склонны к воинам и насильники? Это такие типичные нападки со стороны колониальной власти, не правовой власти. Если это допускает какое-то государство, то это проблема этого государства, которое понижает свой статус до этого уровня, если это государство позволяет так говорить. С нашей стороны мы должны работать как бы с внутренним психологическим колонализмом. Это не даёт им права, это не даёт им правды, потому что нужно так успокоиться. Читая хорошую литературу, это нас успокаивает. Я, как говорю своим студентам, нужно найти такую книгу, которая бы вас успокаивала. Good food for thought. Нам нужна хорошая еда для нашего ума. Роль джангера – это преподнести вот эту еду для ума, преподнести комфорт для ума, преподнести спокойствие ума. И это как бы такое лечебное свойство литературы. И почему важно читать джангер в наше тяжёлое время, чтобы найти вот этот стержень? Что делает вот этих героев джангера? Это их такой стержень, да? Хорошо, если мы переходим прям непосредственно к джангеру. Джангер – это история про выдуманную волшебную страну Бумба, где никто не старит и никто не умирает, правильно? Это такая замечательная, идеальная жизнь. Когда читаешь на первом уровне – это так. Когда погружаешься, ты понимаешь, что там заложена очень важная информация. И когда начинаешь уже переводить с таким вот словарём, да, важный словарь, здесь много устаревших архаичных слов и старинных слов. Вы же как раз изучали старомонгольский язык, да? Да, да. Но в этом словаре даже не старомонгольский, на кириллице, да, но там есть современные слова как бы, да, и есть старинные слова. И если использовать вот эти старинные слова в джангере, то можно получить совершенно другой вариант перевода. Например, когда переводишь географические названия, да, сначала там, ну, там какая-то такая гора, там, да, идёт, проходит через гору, там, потом такая река, потом такой океан, да. А потом я не знаю, почему я решила забить это в Google Maps, да, и появляются там где-то на юго-западе Монголии, да, в Непале, или там где-то в горах Кавказа, в Индии, да. И получается такая интересная география. То есть мы можем думать, что это загадочная страна, но если мы изучаем разные уровни, мы понимаем, что есть древние пласты этой информации. Все думают, что это там где-то в 15 веке, да, когда были завоевания Сен-Хана, там, но оказывается, что вот эти движения миграции прото-айратов, да, или прото-монголов до Волги, это не было в 15 или 16, 17, 18 веках. Это были и раньше, да, были другие народы. У меня какое-то создалось впечатление. Возможно, я сейчас романтизирую, конечно же, у меня поправься. Можно ли говорить о том, что древние кочевники, изучая там очень много различных культур, попытались создать какую-то историю о том, как создать идеальное государство, и через джангер они попытались там каким-то образом зашифровать, как можно создать это самое идеальное государство. Да, очень много параллелей, да, и с одной стороны, конечно, очень тяжелое у нас было соседство, да, с Китаем, но в то же время через китайский язык мы можем, у нас есть доступ, да, к этим, к истории, к истории кочевников. Если смотреть там историю через китайские источники, да, историю хунов, да, это одно из древнейших, да, кочевнических цивилизаций, можно найти параллели между джангером, как они описывают государственность, да, левая сторона, правая сторона, и позиции каждого, да, от центра влево, от центра вправо, и функции, какие выполняет, да, даже если так, уже когда переводишь, там, например, можно уловить, да, вот эти культуры, экзаменационную культуру, да, что многие из этих героев, которые занимали эти посты, да, от центра налево, от центра направо, у них были бюрократические функции государственности, да, государственные бюрократические функции, и они добивались этих позиций, да, некоторых упоминают, что они проходили экзаменационную систему. И это нужно получить через перевод. И выбор, да, что среди ханов лидером выбирали, ну, именно на основании выборов происходили. Ну, да, из контекста ты понимаешь, что Джангар не мог просто поставить своего сына, да, и там какая-то даже идет такая интересная в одной главе, там идут три сына, да, и там явно сын Хонгара обладает более, более, он более успешный и более такой продвинутый лидер, чем сын Джангара. То есть нужно было как бы доказать, да, доказать свое лидерство и в то же время показать свою героическую способность на поле битвы, потому что часто судьба народов решалась между двумя лидерами. То есть чтобы сохранить армию, чтобы сохранить людей, часто выходили лидеры на поле битвы, да? У меня создалось впечатление, что Джангар, он как раз-таки был, да, очень много говорится о равности всех, но при этом говорит такое ощущение, что Джангар был именно избран лидером. Да, да, избранный, да. То есть мы здесь говорим о какой-то выборности своего лидера? Да, выборность. Очень много, да, как раз-таки описаний военных действий в Джангаре, при этом в своих лекциях то, на что вы делаете упор, вы говорите, Джангар – это про любовь. Да. Почему про любовь? Почему не про войну, почему про любовь? Даже смотришь там вот наш великий Джангарчи, да, Коруев, когда он поёт, а он поёт про мать, да? И в своей песне он вкладывает всю душу и всю его любовь к матери, да? Песня отца, да, который потерял своего сына. Даже сокровенное сказание монголов, оно начинается с того, как там отец Чингисхана, да, ну, влюбился там в какую-то там девушку, которая была и украл её, да. Сокровенное сказание монголов, там это также про мать Чингисхана, которая вырастила, да, одна таких героев, да, барсов. Правильно я понимаю? Вы хотите сказать, что Джангар описывает, эпос описывает, что под огромным количеством внешних обстоятельств, давления различных таких тяжёлых ситуаций, герои эпоса сохраняют свою любовь и именно фокусируются на этом, на любви к матери, на любви к земле, на любви к нации, на любви, там, очень много к товарищам, к коню, даже к неприятелю. Даже вот между друзьями, да, это такие глубокие чувства, там, например, Мингиян плачет, и он говорит, почему меня выбирают, да, идти на этот, в этот проект, почему меня посылают, да, и потому что я не из этих местных, как бы, династий, наверное, и его друзья говорят, нет, мы, мы, как бы, кармически мы друзья, да, мы вращаемся, как мантры, да, в одном буддийском барабане. Интересный такой тоже момент, когда Джангар хотел отказаться от государственности, да, потому что он думал, что уже, ну, невозможно сопротивляться, там, какому-то другому, там, государству или империи, да, и он хотел, ну, хотел отказаться от государственности, и тут эти герои сначала один, потом они все вместе восстали против этого, этого решения, то есть решение Аннао Хана это не было, то есть это, вот это собрание героев и вот этих набилотей, сколько там их человек, да, вот это было главным решением. Каждая песня Джангара, она же начинается с застолья в стране бомбы, потом герой отправляется на какое-то приключение, проходит через какие-то испытания, через какую-то трансформацию, и песня заканчивается застольем в стране бомба. А как вы думаете? Ну, какой смысл пытались предпризуализовать? Это такой характер, да, характер народа, да, это какое-то такое выживание, да, что независимо от ничего, независимо от каких-то там негативных событий, да, вот народ, он будет там, и сядет, и выпит чай, да, и сядет там, и сыграет что-то, и сядет, и станцует, да, но характер Джангара, он подчеркивает характер народа, да, неунывающий. У меня именно создалось впечатление такой очень большой привязанности к своей культуре через Джангар. Вот та же самая клятва, да, там, как она красиво там, сабри свои посвятим, как она красиво преподносится, что вот всё для народа. Не вот какое-то личное, индивидуальное там благо, а что Джангар, он как раз таки, что каждый там является частью своего народа, частью своей культуры. Это также было как бы пособием, да, для политическое пособие, да, как управлять государством, как создавать государственность, да. То есть это прежде всего строительство государственности. За что, за что сражаются там, за суверенитет. И, конечно, это как-то так вуализируется, да. Ну, на самом деле это я, там, герой, говорят, I would rather, да, я лучше, лучше, лучше я отдам свою кровь, которая поместится, поместится в чаше, да, и полью этой кровью, там, последний засыхающий колодец, да, чем буду работать, там, работать на завоевателя, да, и таскает, там, этот кизяк для него. А для лошадей они же тоже герои, да, и лошади тоже. Чем работать там гужевой лошадью, да, где-то там от деревни к деревне, лучше я отдам свою кровь для, для суверенитета, для строительства государственности. В каждой песне джангра тоже можно заметить, такой какой-то путь трансформации проходит герой, вот начинает застолье, проходит этот путь и возвращается. Такая цикличность, как вы говорите. И какая-то такая постоянная спираль развития. То есть как-то проходит через свои какие-то циклы, через свои какие-то уроки, сложности. Что вам запомнилось? Я запомнилась из этих уроков. Ну, когда они собираются, это тоже, это может быть какая-то медитативная такая, да, но в то же время это страна, где люди не знают смерти, да. Если они знают смерти, они не знают времени. Иногда понимаешь, что ты, когда читаешь джангра, что ты в каком-то измерении, где нет измерения времени. Если все находятся, не стареют, не болеют, да, не умирают, и вот все собираются на каком-то таком, на пир, да. И этот пир мы можем тоже воспринять как пир, как сказочный пир, да. Но можно воспринимать это какое-то такое собрание, да, коллектив, коллектив гейм, да. Совместная жизнь, совместное бытие. Коллективное бытие, да, коллективное бытие. В своих лекциях вы обязательно делаете упор на то, что литература – это способ передачи знаний. Да. Что через литературу мы получаем там огромное количество знаний, именно то, что наши предки хотели передать. Ну, я рассматриваю литературу как бы как социолог. И как социолог я смотрю на связь между литературой и властью, да. Между литературой и power, да, властью. Поэтому, когда обсуждают любую литературу, обсуждают, если нет литературы, значит, не должно быть государственное место. Да. Если хотите свой суверенитет, если хотите свой государственный, покажите, что вы можете писать, покажите, что вы можете думать, да, покажите, что вы можете анализировать, покажите, что у вас есть наследие, да. И поэтому очень важно показывать, что и откапывать, и выдавать, и пропагандировать, что есть у тебя достояние языка, есть у тебя достояние литературы, и есть у тебя, как у нации, есть все механизмы для своего суверенитета. Если есть суверенная литература, есть способность установить суверенную государственность. Вы говорите про суверенное государство. Вы сейчас про то, что будируется в обществе, о отсоединении Калмыкии от состава России или нет? Или вы о суверенитете как нации? Давайте немножко проясним этот момент. Я думаю, что надо народу самому разобраться. То есть это как бы не придет извне. Это должно отходить от самого народа, от, наверное, тоже интеллигенции, которые должны изъяснять какую-то стратегию. Так же, как написание, написание литературы, написание, создание, создание ваших программ. Это работа. То есть нужно работать над созданием разных вариаций стратегии. То есть не надо ждать, что будет, потом решать. Нужно предугадывать, рассматривать различные варианты. И расписывать стратегии. Потому что если ты ждешь один вариант, то ты не подготовлен к другому. Да. То есть есть три варианта. Нет изменений. Реформа, революция. Поэтому нужно готовить стратегии к трем результатам ситуации. Вернемся к джангру. Ваша любимая песня, история из джангра и почему? Моя любимая цикл, глава или песня, это как Хонгар женился. Как-то как герой проходит жизненные препятствия. И это показывает, что ты можешь таким быть героем. Ты лев. В твоей грудной клетке лев спит. И он может в любой момент проснуться. У тебя такая грива становится. Ты любыми красными светишься. Излучаешь свет настолько у тебя много энергии. Ты такой харизматичный. И в то же время ты можешь превратиться в такого грязного мальчика, который почешет один висок, падает пять в шее. Почешешь другой висок, еще там падает. И на ослике твой такой мощный, красивый конь превращается в ослика. И это такая как бы... У каждого человека проходят такие переживания, состояния. Когда один день ты чувствуешь себя воином. И бывает ситуация в жизни, когда ты падаешь с коня. И чувствуешь себя вот этим немощным, немощным, немощным ребенком. И вот какая-то такая глубина вот этих человеческих отношений. Я называю человеческих волноробилов. Уязвимость, да? Уязвимость. 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 И в такие моменты помогают там простые люди из народа. Какой-то встречаешь дедушку и бабушку. Они тебя и напоят, и умоют, и успокоят. И там бабуля там делает массаж на ступне. Там кто-то голову там тебе. И такие простые люди, они тебя поднимают из этой грязи. Очень много человек в Калмыкии говорят о том, что с таким вот негативом относятся к Западу, включая Америку, где вы сейчас находитесь. Ну и живете очень-очень много времени. Как вы реагировали на такие послания, что в Америке все ужасно, и если придут американцы, это тоже все ужасно. И вообще влияние Запада и Америки это там то, что не нужно. Нужно читать джангер, чтобы раскрыть свое восприятие, сознание про Айрат. Они были, как сказать, трансконтинентально жены. Ты когда читаешь, ты видишь, ты понимаешь, что там кто-то женит кого-то. Нужно перейти и к пустыню, нужно перейти горы. И дойти до Ганга, дойти до Индии. И там где-то там в Хрустальном дворце живет там вот эта суженная. То есть проделывали такие огромные территории в поисках золота, серебра. Или там невесты, да, или мужа, наоборот. И культура была очень открытая. Так же и с другими культурами. Тебе не надо бояться, если есть стержень. Если есть вот это богатое наследие. Потому что, ну откуда у калмыков такая связь с буддизмом? Казалось бы, уже сколько столетий они оторвались так далеко. А вот такое возрождение. Причем возрождение там вот школы Наланда. Если почитаешь, почему у нас связь с Далой Ламой? Это историческая связь. Почему у нас связь с реинкарнацией Тилопа? Тилотулку Римпачи – это реинкарнация Тилопа. Это IX век. То есть у народа кармическая связь в IX веке. Поэтому нужно копаться. Как ученый, ты копаешься, что там было в IX веке. Почему вот эта связь? Что общего у этого героя Тилопы IX века с реинкарнацией среди нас, среди калмыков? И какая, вы думаете, кармическая связь? Что случилось в IX веке? И почему Тилопа переродился среди калмыков? Какая связь, на ваш взгляд? Традиционное такое мнение было, что буддизм распространился во время Чингисхана. Но уже сейчас новые исследования показывают, что буддизм был намного раньше. И раньше, например, история многих династий не считалась, допустим, монголикой, монголоязычной. Допустим, Кидани, Сяндэи. Только недавно исследования показали, что это были там не просто китайские династии, была монголоязычная династия. Или Тоба-Табгачи, это тоже династия северного Китая. И если получается, что эти династии были монголоязычными, и начинаешь читать про их культуру, то есть был среди этих монголоязычных народов буддизм, разве буддизм. То есть это новая стезя для исследований. Талалама, он поставил вот эти статуи вокруг нашего хурула. Не просто так. Он показывает связь нашего народа с этими пандитами, с этими профессорами школы Наланда. Но как бы в средневековье это было один из престижнейших академических институтов, куда там сходились народы с разных материков, собирались, там были профессора. Было поставлено обучение логике и философии. И вот это главный язык, это история преподавания, изучения через язык и литературу. То есть вот это наследие тоже нужно связывать с историей нашего народа. Эту гипотезу нужно исследовать, но... Что была бы за гипотеза, которую бы вы исследовали? Что протомонгольская культура языка, протомонгольская культура буддизма было развито, началось не с эпохи Чингисхана, а намного раньше. Потом Далалама поставила вот эти статуи, и постоянно фокусируется на преемственности нашего наследия, культуры, от школы на Ландо, на Ландо-университет. Поэтому у нас есть модель для нашего интеллектуального развития, философского развития и идеологического развития. То есть все формулы существуют для развития культуры и государственности. Я думаю, что через писемность можно найти связь с буддизмом, связь со школой на Ландо, связь с учением Тилопы. И нужно читать, нужно читать про Тилопу, какая у него была биография, чтобы понять вот это бытие в настоящем времени. Это очень интересно. Является ли это частью из ваших новых исследований, вот эти темы? Да. Меня интересует письменность и литература, начиная со Средневековья. Как далеко мы можем, как глубоко в прошлом мы можем найти влияние языка, литературы и буддизма, как философии. Я надеюсь, мы встретимся опять, и вы расскажете уже о тех открытиях, научных исследованиях, что вы делаете, и мы больше услышим информации об этом. Спасибо. Нужно работать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok